Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня, добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем перевоплощаться в Чаки! А перед тем, как мы приступим, рубрика «Самый крутой комментарий» под предыдущим видео. Вот он! А пока ты читаешь этот комментарий, обязательно напиши свои крутые комментарии, и тогда именно он, возможно, именно он попадет в мое следующее видео. А также, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее криповое видео. А еще я хочу вам сообщить о том, что вышла вторая часть переписки с тем персонажем, которого нельзя называть. Тот самый ролик, который мне заблокировали, поэтому приходите в мой телеграм-канал, он уже там. Ну что ж, а мы начинаем! Ну что, друзья, вам непривычно видеть меня в таком виде? Мне тоже непривычно, а что делать? Привыкаете, привыкаете. Помимо того, что мы сегодня будем перевоплощаться, я еще буду отвечать на ваши вопросы, потому что я вам обещала уже, я не знаю, сколько месяцев, вопрос-ответ. И вы задали очень много вопросов перед Новым годом еще, а я все сижу и не снимаю этот ролик. Ну вот снимаю, все ради вас. А так как это новая рубрика, ребят, я очень надеюсь на вашу поддержку. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео, потому что для меня это очень важно. Чтобы вы понимали, я свой блог изначально начинала с бьюти-тематики, и это было очень плохо. Но сейчас у меня скинчик-то повысился, поэтому я надеюсь, что выйдет что-то годное. Хотя я не обещаю, может, Чаки и не выйдет. Так что вы не думаете, что-то профессионалка какая-то, которая делает идеально макияжи. Вообще у меня была задумка такая, что когда я кого-то перевоплощаюсь, то вставлять легенду этого персонажа. Но так как у нас был вызов Чаки, и там была эта легенда, поэтому я не вижу смысла вам вставлять ее сюда, но в следующих роликах она будет. Да, если что, это будет постоянная рубрика, привыкайте. Мне очень нравится перевоплощение, вы сами знаете по моим шортс, потому что я там постоянно делаю макияжи. И, соответственно, почему бы мне не снять длинный ролик, правильно? Правильно. Главное, прыщи прошли, осталось постакно, и как-то с этим надо бороться, но я справлюсь, как говорится. И для того, чтобы нам все это скрыть, потому что у Чаки идеальный цвет лица, у него такой естественный оттенок, такой очень красивый матовый беш. Нам нужно будет этого добиться. Но перед тем, как наносить тон, мне нужно увлажнить мою кожу, потому что, извините, за эту зиму у меня кожа сохлась, как у бабульки из Аноа. Для увлажнения я буду использовать кремушек Ля Рош. Он у меня уже заканчивается, поэтому я надеюсь, что я что-нибудь оттуда вылью. Когда я сегодня пыталась его как-то выдавить, у меня ничего не получилось. А как только сел на камеру, вон какая колька вылезла. Так, ну что, я думаю, пора бы начать отвечать на ваши вопросы. Там были очень много вопросов, которые повторялись, на которые я отвечала в предыдущих вопрос-ответ. Поэтому, если вдруг вы не увидите ответы на свой вопрос, посмотрите предыдущий вопрос-ответ, потому что там, возможно, вы ответ и найдете. Очень интересно, у тебя еще были похожие сны, про тот, который ты рассказывала в видео, где ты не могла проснуться долго. Именно, чтобы я проснуться долго не могла, у меня такого не было. Это было всего один раз в жизни, слава богу, я больше не хочу этого переживать, потому что это ужасно. Страшные сны, ну, конечно, у меня были. На самом деле, у меня кошмары. Раньше очень часто снились, а сейчас как нормально. Духи меня оберегают, наверное. Логично? Логично. Следующий вопрос. Самая страшная ситуация, в которой я была. В какой же самой страшной ситуации... Кремушек улетел. В какой же самой страшной ситуации я была? Я даже, если честно, не знаю. Я вспомнила, какая у меня была самая страшная ситуация. И это, наверное, самая страшная ситуация из моего детства, потому что я очень не хотела подвести своих родителей. И я закончила художественную школу, ходила в нее. А потом какой-то день мы с подругой решили пойти к ней потусить, вызвать духов, кстати. И я не пошла в художку. А в этот день родители мои решили пойти в эту художку, забрать меня оттуда, и все нормально. В итоге они пришли, а меня нет. Знаете, как они испугались? Потом мне звонит мама. Я была в таком шоке. У меня вот страха было. Вот полные штанишки, вот честно. Короче, наверное, это самое страшное вообще, что было в моей жизни. Кремушек у нас впитался. Следующим у нас идет тон. У меня Eveline Cosmetics. Я сейчас не знаю, как это читается. В оценке 102. Это мой любимый тон, потому что он недорогой. И он офигенный. Я вот сколько, вот сколько я снимаю макияжи, вот чтобы вы понимали, я всегда использую вот этот вот тон. Вот даже поближе покажу вам, чтобы вы запомнили. Вот эта малышка реально годная. Причем проверенная годами. У меня прыщей от этого тональника вообще не возникало. Максимум, от чего у меня возникают прыщи, это обычно от грима. Просто потому, что он закупоривает кожу и, соответственно, улазят какие-то странные неприятности. Тон матовый, поэтому к нему пудра как таковая не нужна. Я пудрой, кстати, не пользуюсь никогда. Следующий вопрос. Чего ты боишься? Я боюсь стоматологов. Я ненавижу стоматологов. Я понимаю, что мне вот в будущем, вот в ближайшем будущем предстоит очень много дел с моими зубами, потому что им конец. Берегите зубы, дорогие друзья, берегите зубы. Это очень дорого и очень страшно. Для меня, по крайней мере, очень страшно. Я вам сейчас расскажу, почему я боюсь стоматологов. Это то самое, наверное, видео, где нужно рассказать об этом. В детстве у меня были большие проблемы с зубами. Уже лет в 11 у меня начались проблемы. У меня был флюс, мне делали зуб мертвым. В общем, там что-то мышьяк, не мышьяк, ставили в пломбу и удаляли все нервы. Это уже было в 11 лет, понимаете? Аж сейчас вообще там страшно заглядывать. Лучше не заглядывать, если честно, вообще. Мы пошли к стоматологу. Мне нужно было лечить зуб. И, соответственно, я пошла с мамой. Мы пришли. И я говорю, мам, мне заморозку точно сделают? Она мне говорит, да, тебе сделают заморозку. Я такая, все, хорошо. Я такая, не волнуюсь. Думаю, ну, слава богу, больно не будет, все нормально будет. Захожу. А мне заморозку-то не сделали? А вот так вот. Я вся вообще изнылась. Мне там было очень больно. Я офигевала от боли, которую я там перенесла. Я выхожу вся в слезах, в соплях. Говорю, какого черта, почему мне не сделали заморозку? Мама говорит, ну, врач сказала, что тебе не нужна заморозка. Во! А что это врач-то решил? И у меня все, у меня психика нарушена на всю жизнь. Я боюсь томатологов. Реально. Еще я могу сказать, что я боюсь пауков. Но, если честно, я даже не совсем понимаю, боюсь ли я их. Может быть, я себе это надумала, потому что есть такая фобия-арахнофобия. И нужно бояться еще и крабов, там, раков, кого там еще. Вот этих вот разных лапчатых. Но их-то я не боюсь. Может, я и пауков не боюсь? Надо это будет проверить. Забыла вам сказать, что тон я наношу бьюти-блендером. Исключительно только им, потому что вот когда я наношу кисточкой, у меня все какое-то смазанное, все какое-то через жопу. Поэтому вот это моя любовь. Ну, не знаю, вдруг вам интересно. Я поделилась с вами ночью. Сейчас нанесу тон и перейдем к следующему вопросу. Я тон нанесла, а про линзы-то забыла. У Чаки у нас голубые, такие яркие голубые глаза. Я, кстати, покажу вам референс, которого я хочу сделать Чаки. Вот эту фоточку я взяла как референс. Смотрите ролик до конца, потому что я буду портить парик. У меня есть один рыжий парик, который мне не жалко. Я хочу его попробовать порезать, как это выглядит на Чаке. Если же нет, то я у Мэри Сапру. Она сегодня тоже рыжая. В честь Чаки. Видео про Чаки, логично. И кофточку я на Алиэкспресс тоже взяла. Я уже заранее подготовила линзы. У меня они вот такого оттеночка голубого. Очень красиво. Я их уже сегодня, кстати, мерила. И они как раз точь-в-точь подходят, как у Чаки. Если кому интересно, линзы у меня от Адрия. Ну что, давайте одевать. У-у-у! В глаза что-то вставлять, отвратительно. А где у меня? Ну что, достаем. Эть. Вы готовы увидеть это? На самом деле ничего сложного, нет? Все? Что вы думали, что тут буду? Глаз себе выкалывать не буду. Не знаю, видно вам или нет, но у меня потекла слезка. Такое бывает. Все нормально, я не плачу. Вот именно потому, что иногда у меня появляются слезы, я крашусь после того, как одеваю линзы. Потому что потом это может все смазаться. Но согласитесь, цвет глаз очень похож. Я старалась, подбирала. Ну что ж, следующий у нас контуринг. Я хочу попробовать контуринг от Ева Мозаик, потому что я его не тестировала, не пробовала. Следующий вопрос. Ты снимешь видео в заброшке? Конечно, я сниму видео на заброшке, потому что я хотела его уже снять давно. Но дело в том, что стало холодно, и все. Я передумала снимать на заброшке. Я должна была снять на заброшке видос еще летом. Но я очень не люблю холод, не люблю ходить на улицу зимой, поэтому на заброшке будет. Но будет, наверное, летом. У него такое круглое лицо. У меня, конечно, оно отличается. Тем не менее, мне нужно быть похожей на него. Тем не менее, мы сделаем немного скулы. В чайке кукла идеальная. Тут такой вопрос интересный. Ты от природы блондинка или нет? Да, конечно, нет. Вы чего, вот не корни. А вот здесь я отращиваю. Я хочу сделать то, чтобы пчелка была белая, а остальное было моего цвета. Конечно, не блондинка. Куда там, ага, куда там. Так что не блондинка я, увы. Я объединю вот эти вопросы. Сколько тебе лет и какой твой рост? Мне 25 лет. 26 будет 14 февраля. Так что не забудьте поздравить с днем рождения. Вот. Не, не напрашиваюсь. Вы чего? И какой мой рост? Рост у меня метр пятьдесят восемь. Я мелкая. Я всегда по жизни была мелкая ростом. Поэтому я вот такой карапузик. Так, теперь я, наверное, предлагаю заняться бровями или глазами. Давайте бровями. Брови у чаки рыжие. У меня нет ни рыжей туши, ни рыжего, там, геля для бровей. Но я решила использовать тени. Почему бы и нет? Можно же попробовать сделать тени. Кстати, вот знаете, как для меня волнительно снимать для вас первое перевоплощение. Первый ролик с макияжем. Адекватный ролик. Я говорю, я раньше снимала, но это был полный зашквар. Это было максимально плохо. А сейчас, спустя вот три года, я сижу, снимаю для вас перевоплощение. Я предлагаю уложить сначала брови прозрачным гелем. У меня гель Shandes of You. Shandes of You. Ну, покажу на всякий случай. Мало ли вам это интересно. На будущее напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли показывать вам продукты, которые вот прям близко показывать, которые я использую. Потому что я не совсем понимаю, как это правильно делать. Но я вам показываю, что вдруг вам это интересно или вам понравится какой-то продукт и вам надо. Мне всегда интересно, когда бьюти-блогеров смотрю, чем они пользуются, какой косметикой, чего нарисовали. Вот мне интересно, поэтому я вам показываю. Если вам не интересно, вы мне напишите. Следующий у нас вопрос. А во сколько лет ты почувствовала тягу к паранормальным явлениям? До с раннего детства. Я как в первый ужастик посмотрела, так мне стало интересно. Я вам говорю, мы ходили к подруге домой, и мы там постоянно вызывали разных духов. Я помню, русалку вызывали, домового вызывали. Вызывали духа с иголкой вот этого. А потом бегали и боялись, потому что думали, что духи за нами бегают, гоняются, и они нас будут преследовать. А один раз была ситуация, когда мы сидели вдвоем у нее дома. Вызвали какого-то духа, и тут что-то падает на кухне. Прямо грохот такой стоял ужасный. Мы очень сильно тогда испугались, но пошли на кухню, так и не поняли, что там упало, потому что непонятно было, падало ли вообще что-то. А это, на минуточку, был частный дом. То есть там не было соседей, не было никаких звуков со стороны соседей. Непонятно, непонятно, что это. А потом со мной случались тоже разные какие-то странные ситуации, и, соответственно, мне это всегда было интересно. И канал у меня такой вот интересный. Правда? Все, теперь ждем, пока гель подсохнет. И мне нужно использовать вот эту вот палеточку. Эта палетка, знаете откуда? Эта палетка с Beauty Bay. Мне ее прислали в рассылке, я ее не покупала, но это прям вот мое сердечко, потому что эти цвета, это просто вау. Я не знаю, у меня она вся в сраще, все нормально. Я просто очень аккуратная, все в порядке, все хорошо. Я просто хочу вам показать красный цвет, который мой любимый, я его постоянно использую. Насколько он яркий, вы еще офигеете. Бам-бам-бам. Как вам такое? Охренеть просто, слов не сказать, это реально шок. Ну что, берем тоненькую кисточку и берем этот оранжевый цвет. Правда, не знаю, получится у меня вообще что-то или нет, но мы сейчас проверим. Ребят, ну слушайте, а что-то и получается. А как так получилось? Я сделаю брови, к вам вернусь с следующим вопросом. Не, вы только сравните, она реально оранжевая. У меня шок вообще. И вот такие вот бровки рыжие у нас получились. И у нас следующий вопрос. Слышишь ли ты какие-нибудь звуки по ночам? Происходит ли что-то странное после вызовов? На самом деле ничего странного не происходит. Единственное что, бывает такое, что собака лает на шкаф, там где ничего нет. Она просто смотрит в одну точку и гавкает. Не знаю почему. Бывают, конечно, какие-то бытовые шумы под тип краски, которые на видео. То есть, допустим, там сосед что-то там грохнул или что-то упало. Такое может быть. Нет, была недавно такая странная ситуация, когда у нас дверь сама по себе ходила. Но я думаю, что это сквозняк. Потому что у нас, даже если окна были закрыты, в любом случае, мне кажется, воздух где-то проходит. И поэтому был какой-то вот такой вот сквозняк. А так ничего такого супер странного не происходит. Ну, еще вот Мэри странно себя ведет иногда, да. Бывает такое, что я вот на нее смотрю, а она как будто на меня вот смотрит. Или взгляд отводит. Не знаю. Причем сегодня, когда я готовилась к ролику, когда она оставляла свет, все делала. Она стояла у меня вот тут, вот другая полка есть. Она стояла здесь. Я поворачиваюсь на нее, и мне моментально кажется, что она привела взгляд. Как это? Не знаю. Мне кажется, мне кажется. Ну что ж, теперь переходим к глазам. Потому что потом нам нужно будет рисовать шрамы. И глаза я буду делать красным оттенком, потому что у него такие больные глаза. Но Чаки у нас молодец, он не больной, нет. Но глаза больные. Поэтому я буду использовать вот такую вот палетку NYX. Вспомнила бумажный дом. И вот такая вот палеточка. Здесь как раз такие оттенки подходящие Чаки. Здесь разные оттенки бордового. Красный у меня в другой палетке тот самый, тот самый красный, который я вам показывала. Зацените эту красоту. Мне очень нравится, как это все выглядит. Было ли такое, что реально боялась, но на камеру говорила другое и была безэмоциональна? На самом деле не было такого ни разу. Если я боюсь, я показываю на камеру. Если я не боюсь, я показываю на камеру. Я всегда говорю и показываю то, что я чувствую. Поэтому такого, увы, не было. Следующий вопрос. Как ты относишься к хейтерам? Я люблю всех подписчиков. Хейтеры это тоже подписчики, поэтому я их тоже очень люблю. Не важно, что нравится, не нравится. Понимаете, друзья, вот нужно запомнить одну истину. Нельзя всем нравиться. Ну нельзя. Поэтому я очень хорошо отношусь что к хейтерам, что, в принципе, к своим подписчикам. Я вообще вас очень-очень люблю. Вы у меня самые лучшие и самые офигенные. Так как у него глаза круглые, поэтому мы будем делать по кругу, не будем выводить и растушевывать тени туда. У Чаки есть мешки под глазами. Вот кто бы что ни говорил, но у него реально мешки под глазами. Как у куклы мешки под глазами, наверное, просто устал быть убийцей. Вот, поэтому мы сейчас нарисуем черным оттенком той же палеткой NYX мешочки. Прорисуем. Таня, расскажи какой-нибудь случай из своего детства. Я вам расскажу один такой страшный случай, потому что, ну, это не связано было со мной, но связано с моим другом, это было реально страшно. Мы в детстве с компанией любили собираться на заброшки. Благо, что родители об этом не знали, иначе мне бы очень сильно влетело. Про эту заброшку ходило много легенд. Вот тип, что там жил муж с женой. Они строили этот дом, не могли его достроить никак, и потом просто у мужика свыкнулась голова, он убил свою жену, и сейчас он в психушке, поэтому дом заброшен. Его до сих пор государство не выкупило, просто оно стоит, хотя, не знаю, может быть, сейчас оно уже и выкуплено, может, это уже запрещено туда появляться. Но такое было. Мы там любили собираться, сидеть, играть там разные настолки, какие-то простые игры. И в один момент парень из нашей компании свалился в какую-то яму. Он ударился головой, у него пошла в кровь. Это было реально очень страшно. Я помню, мы вызвали скорую, приехала скорая, его забрала, потом у него там было сотрясение мозга, и после этого мы больше не ходили на эту заброшку. Вот такая вот история с детства. Ну, вот так вот. Знаете потом, где мы собирались? В лесу. Ну, придумали. Будут когда-нибудь туториалы по мистическим макияжам? У тебя лучше всех получается? Реально хриповенький мейк. Думаю, прикольно было бы рассказать инструкцию, а потом или на фоне рассказать какую-нибудь страшилку. Моя идея немного бред, но думаю, тебе понравится и сделаешь, как тебе удобно. Это отличная идея, я, соответственно, я, в принципе, сейчас снимаю туториалы, я не знаю, есть ли смысл подробно, не, я, в принципе, подробно показываю, что я делаю, правильно, это есть туториал. Поэтому твоя идея во, и она воплощается. Будут ли видео с приворотами, гаданиями на Таро Черной Магии? Ребят, я не верю в магию. Нет, может, где-то что-то есть, не спорю. Я не могу утверждать, что ничего нет или что-то есть. Второе я верю, возможно, но не до конца. Привороты я вообще не верю, я считаю, это полный бред, такого просто нет. По поводу Черной Магии, нет. Ну, я же не ведьма вам какая-то. Тем более, я считаю, большинство людей ведьм, которые якобы ведьмы, это все самозванцы. Я не хочу вас обманывать, я не ведьма, увы, простите, солян. А у нас пришло время рисовать те самые шрамы на лице чайки, а точнее на моем лице, но шрамы на лице чайки. Их у него много, поэтому сначала мне нужно этой палеткой NYX, вот этим вот тем оттенком, который рисовала глаза, пройтись по местам, где будут эти шрамы. Ибо по-другому будет нереалистично и некрасиво. Вот и этот оттеночек. Так, ну, во-первых, у него на подбородке будет вот тут вот, вот так вот. Что ты добилась за 2022 год? На самом деле, я очень много чего добилась, потому что в 2022 году я как раз-таки и набрала свою основную у вас аудиторию на Ютубе. Потому что в прошлом году я помню, что на Новый год у меня было 50 тысяч подписчиков на Ютубе. На сегодняшний день вас 800 тысяч, почти 900, там 890 уже, по-моему. Вы представляете? За год! Это что-то немыслимое, я реально в шоке от того, насколько вы у меня крутые и насколько вы быстро растете. Второе, я побывала на телевидении. Представляете? Я на телевизоре была. Ребята, это вообще достижения, достижения, наверное, какие-то, я не знаю. Меня показывали по телеку, я была ведущей на дважды два новостных выпусков. Целых три выпуска, целую неделю меня крутили. Этот 2022 год был сложный, но, тем не менее, какие-то моменты хорошие в нем все-таки были. Следующий вопрос, чего же я хочу добиться в следующем году? Я хочу как минимум 1 миллион подписчиков, чтобы стукнул. Ну, я думаю, что за год, если мы набрали 800 тысяч, то за этот год мы должны набрать 2 ляма. Нагло, да? Ну что? Что? Ну, мы же можем. Помимо этого, я очень хочу реализовать новые проекты, новые видосы для вас, потому что новых рубрик в этом году будет очень много. Это вот одна из первых новых рубрик, потому что ее не было на моем канале. Но скоро вы узнаете, что будет что-то очень криповое и очень интересное. Поверьте мне. Планируешь завести питомца, чтобы тебе одной не было страшно вызывать духов? У меня есть шпиц. Не знаю, кто не подписан на мой телеграм-канал, конечно же, меньше всего обо мне знают. Но у меня есть померанский шпиц, девочка ее зовут Энни. Она сейчас спит, я не буду ее как бы вызывать, потому что не будем тревожить сон ребенка. И вызывать мне одной даже не страшно. Я всегда остаюсь дома одна, когда снимаю вызовы, я всегда дома одна, потому что иначе я не могу никак снять, ибо будут посторонние шумы, звуки и так далее. Сколько сейчас подписчиков у меня на ютубе, и сколько подписчиков у меня сейчас в телеграме. Итак, на ютубе сейчас 894 039 человек. Офигеть, нам до ляма осталось пизюлечку. Вы представляете? А в телеграм-канале на данный момент 28 141 человек. Это тоже очень много. Следующий вопрос, Таня, задам тебе краткий вопрос. Будут ли у тебя переписки с хейтерами? Это вроде сейчас популярная тема для видео. В принципе, переписку с хейтерами я могу снять, почему нет. Но дело в том, что на ютубе хейтеров очень мало, а в телеграме их практически вообще нет. Я не видела особо прям супер хейта, которые прям меня хейтили, ненавидели. Поэтому хейтеры у меня только под роликом с линзами, под шорсом. Вот там у меня хейтеров очень много. Но как я их найду? Я им не смогу написать. Мне нужны хейтеры в телеграме хотя бы. Поэтому хейтеры, если ты сейчас смотришь этот ролик, приходи в мой телеграм. Если будешь писать сильные гадости, тебя заблокируют. Поэтому сильные гадости не пиши, но дай знать, что ты хейтер. Я напишу. Вот только подписчики, которые не хейтеры, не надо строить у тебя хейтеров, ладно? Ну что, теперь возвращаемся снова к этой палетке. И берем тот самый красный, чтобы немного добавить яркости к этим шрамам. А потом будем рисовать ниточки. А дальше берем тонкую кисточку и черный полосочек проводим прям между этими вот этими шрамчиками. Чтобы казалось, что там действительно шрам. А это вокруг просто покраснение. Следующий вопрос как раз в тему. Про Чаки. Тань, ты что-то замечала в комнате после вызова куклы Чаки? Вообще ничего не заметила. Абсолютно ничего. Вот от слова совсем. Ребят, если я что-то буду видеть странное, я сразу же буду вам сообщать в телеграме. Это сразу же. Мгновенно. Поэтому такие вопросы, в принципе, они логично имеют место быть. Но, тем не менее, увы, ничего такого странного, страшного после вызовов я особо не вижу. Следующий вопрос я задал один и тот же человек. Что лучше сердце или деньги? Ты боялась самолетов и высоты? Давайте начнем с первого вопроса. Конечно же, сердце лучше, потому что деньги можно заработать. А по поводу самолетов, я вам так скажу, я не летала ни разу. Вот такая вот, да, я за границей даже ни разу не была. Но высоты я скажу, что я не боюсь. Какой твой любимый маньяк из фильмов? Коллекционер. Могу сказать так, мне нравится коллекционер. Мне, в принципе, все части фильма коллекционер очень понравились. И маньяк коллекционер мне нравится. Он коллекционирует, ну что такого, ну что такого. Все из нас вот коллекционеры, да. Вот я коллекционирую линзы, а он людей. Теперь, как я говорила, берем палеточку с черным оттенком. И делаем тоненькую полосочку между вот этой вот самой штукой. Короче, я придумала не гримом рисовать эти ниточки, а лучше подводкой. Зачем мне гримом? Он немного размажется, можно сделать лучше подводкой, и все, и будет гуд. Подводка у меня вот такая вот, чтобы вы понимали, и с фикс-прайсом. Мне она нравится. Следующий вопрос. У тебя были какие-либо проблемы с одноклассниками в школьные годы? Конечно, были. Это было в девятом, нет, в десятом, одиннадцем классе. До девятого класса все было идеально, все было классно. У нас была даже такая четверка подруг, мы общались, все было супер. Потом после девятого класса две девчонки из них ушли, одна осталась, которая меня не очень-то любила. Так скажем, она почему-то соперничала со мной, то есть она всегда хотела быть лучше, старалась вот меня как-то где-то поддеть, что-то сделать. При людях. Когда мы были вдвоем, все было хорошо. Вот такие отношения у нас были. В десятом классе мы все распались, соответственно, и с этой девчонкой мы перестали общаться, и она начала настраивать класс весь против меня. И у меня получилось. Десятый, одиннадцатый класс, но никто не общался. Я была одиночкой. Это было ужасно, так как я очень общительный человек, я очень открытый человек, и мне было максимально плохо. Единственное, в те времена меня болели за то, что я люблю фотографироваться. Я тогда вела группу ВК, фотобаттлы, и я любила фотки делать, ну типа для участвовать в фотобаттлах, там для подписчиков. И меня за это очень чмурили, так скажем. Нам остались еще губы, и я хочу искусственную кровь нанести на эти шрамы, чтобы это тоже было более реалистично. Мы сейчас его будем резать. Он даже с биркой, просто потому что мне вообще не понравился. Но брать свои волосы вы меня впервые увидите без волос, в шапочке, почти лысая. Как вам я с хвостиком? Никогда не носила хвостики. И этот хвост возьму и спрячу под кофту. Так, я в таком виде обязательно жду стикеров в Телеграм. Он реально с челкой, блин. Мы не сможем этот парик испортить, потому что он с челкой. Мне нужно без челки, у Чаки нет челки. Я бы даже выпрямила специально. Кстати, да, если мы сделаем волосы назад, то подумаем, что волосы короткие. Мне кажется, с такого ракурса я реально похожа на Чаки. Напишите, ребят, в комментариях. Так, и у нас остались губы и искусственная кровь. У Чаки губы такого розового нежного оттенка. Я нашла такой оттенок у себя в арсенале. Помада от Ева Мозаик. И вот такой вот у нее оттенок. Я, правда, ее немножечко заговнела, но ничего страшного. Накрасим. Вот так вот выглядит моя самодельная искусственная кровь. Если кто не видел, как я ее делала, делаю я ее из пищевого красителя и меда. Все. Он немного затвердел, но ничего страшного. Я это немножечко подразморозила. Мне этого хватит. Нанесем прям вот сюда. Да. Смотрите, я вот здесь вот прям мажу. Такие ошметки остаются. Ну вот, стало выглядеть немного поярче. Хотите, я это съем? Ну что ж, друзья, вот такой вот макияж у нас с вами получился. Обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика. Продолжать ли мне ее снимать? Мне очень нравится ее снимать. Я была бы рада делать для вас какие-нибудь страшные переуплощения. И это не страшный макияж, но я бы сделала какую-нибудь монашку. Как вам такое? Или кукла Аннабель. Ну, Аннабель тоже не такая страшная, но и интересная, по крайней мере. Так что, обязательно напишите об этом в комментарии, переходите в мой телеграм-канал, посмотрите вторую часть с той перепиской, где вот нельзя называть того персонажа. И также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Ну, а я желаю вам удачи, всем отличного настроения. Пока!